Бильярдный мануфактур Старину гвардейский любит В центре хорошо сохранилась старая застройка Именно таким городок был до Второй мировой войны Когда носил прусское название Тапиау Лингвисты говорят, что с древнепрусского имя города Можно перевести как «теплое место» Здесь же в центре сливаются воедино две реки Дейма и Приголя У этих берегов швартовались баржи с грузами А сейчас слияние двух рек Деймы и Приголи Дает возможность на катере или на лодке Выйти в Калининградский или в Курский залив На острове, который образовали две реки Стоит единственный сохранившийся в регионе Замок рыцарей Тевтонского ордена XIII века В советское время он был частью исправительного учреждения Колония общего режима существует на острове и сегодня Но уже вне исторических стен А рыцарскому замку теперь нужна серьезная реставрация Стены были расписаны в старом стиле Можно это все при желании как-то восстановить Даже черепица, которая черепица Это и на сегодняшний день уже, наверное, в мире нигде нет И XIII века Потому что пытались перекрыть крышу Ее просто уже не найти нигде Заключенные, которые каждый день ходят мимо древних стен Конечно, в курсе, с какой исторической ценностью Они по соседству живут До того, как сел за ДТП с жертвами Константин Федоров учился на архитектора Теперь в свободное от работы время Пытается изучить историю этого замка Я когда прибыл сюда, сразу мне сказали Что тут есть историческое здание Вот этот замок Топиао Как бы, ну да, там какую-то информацию прочитал Ну так все равно какая-то частичка истории ощущает Что вот где-то здесь как-то очень давно Ну, все-таки совершалось что-то историческое Этот особняк в центре города Место тоже историческое Но уже совсем иного периода Здесь 9 мая 1945 года Александр Твардовский написал последнюю главу поэмы Василий Теркин И тогда же коренным образом изменилась жизнь Топиао Теплое прусское местечко перешло к стране-победителю Немцы отсюда уехали Яна Федоровна была в числе первых советских переселенцев Когда они с мамой в 1945-м приехали в Топиао Из разрушенного войной Минска Яне было 6 В этом доме в Гвардейске Она прожила почти всю жизнь И однажды встретилась с его прежними хозяевами Проезжали, которые жили здесь дети Немцы из Германии А одна-то по-русски разговаривает А это, говорит, наш И они рассказали Что мы здесь жили Проживали здесь И вот эта война И пришлось, говорит, выбираться Вы думаете, что только вы пострадали? Мы тоже, говорит, пострадали здесь Для Гвардейска, да и для всей Калининградской области Это типичная история Немцы преклонного возраста В последние годы нередко приезжают Посмотреть на дома своего детства А это уже новейшая история города Еще и года не прошло Как в Гвардейске появились Огромных размеров теплицы Построенные по голландской технологии Больше двух гектаров Огуречных и помидорных джунглей 25-летний агроном Анатолий Не уехал, как большинство Из маленького городка Покорять Калининград или Москву А окончил сельхозакадемию И на удачу в родном городе Нашел работу по специальности Любимые растения мои сейчас Это огурчики и помидорчики Я им занимаюсь, поэтому мне очень интересно Наблюдать за ними Как они растут, как они себя ведут И самое главное, чтобы они давали хороший урожай Урожайность высокая 25 килограммов с квадратного метра Теплицы снабжают овощами весь регион И дают повод гордиться этим фактом Всем жителям Гвардейска Вот булыжник этот снимали Вот такой слой земли Вот он весь слой земли И здесь и там находится И вот оказывается немецкий колодец Теперь водичка здесь не стоит, сухо По сухому ходим И этот дворик в центре один из многих Гвардейски, что сохранился в своем историческом виде В такие частенько заглядывают гости Гвардейска Для них в диковинку вся эта прусская архитектура Но фасады красят только снаружи А на внутренние дворы денег из бюджета не хватает Вот и решила Светлана Волкова Сама вернуть красоту своему двору Поштукатурила, сама побелила, как могла Но тут еще буду доделывать Плиточкой здесь выложу Улица, где стоит дом Светланы, горная И до войны так называлась Бергштрассе В городе сохранилась значительная часть Довоенной к русской застройки Потому что в 45-м его взяли без кровопролитных боев и сильных разрушений А многие улицы получили русские названия от немецких Гартенштрассе и теперь улица Садовая Кёнигсберг-штрассе стала улицей Калининградской Шлосс-штрассе так и осталась Замковой улицей А Вассер-штрассе это как и до войны улица водная А потому Гвардейск и сейчас остается уголком немецкой истории Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok